Попытаюсь снять капот тойотовский, повнимательный. Вот так он посечен вмятиной. Вот такой металл на тойотах, слабенький, побито практически подряд все и много-много побито, то есть даже мельчайшие градинки там оставляют следы, очень нежный металл. Вот тут и по две рядом, вот видно, да? То есть практически очень нежный-нежный металл. Продолжается эпопея с тойотовским капотом. Ну вот, можно видеть. И еще я так не делал, вот преломление в линиях и здесь остался такой вот у нас уголочек. И опять же неприятные вот здесь мятинки, так сказать, за пределами. Но я как бы не отчаиваюсь, потому что было решено, что капот покрашенный, это мы уже знаем и возможно не раз, потому что кое-где и прям хорошо пересекается. Ну вот, скорее всего, пару раз его подкрасили или подкрашивали, но лаком вскрывали целиком. Поэтому, в принципе, за счет того, что на нем, особенно в передней части, много сколов, всю вот эту красоту мы будем делать под покраску. Вот, короче, такой тандемчик из двух лампочек. Вот, а в остальном уже, если посмотреть, здесь, допустим, вот здесь мы видим, что тут, вот, одна у меня видна только, и вот небольшой, как бы, заломчик. Вот, ну, эти потом недоработки, вот, вот, еще чуть-чуть, тычок маленький. Вот, сейчас, как бы, основное массово, вот, там, где хороший доступ и так далее, что делается. А потом уже буду, так сказать, заматься вот такими вот моментами. Вот, по отдельности, вмятинками. С ними, так сказать, разбираться. Или, допустим, вот оно. Очень хорошо дефектовать вот в такой лампочке, прям видно, все хорошо. Но, опять же, для того, чтобы иногда и в лампе что-то не замечаешь, бывает так, как здесь, допустим, видно вот в передней части, еще тут, так сказать, ничего не везде. Вот, ну, сейчас, как я уже говорил, вот эту часть буду доделывать. Опять же, инструмент весь такой. Где-то острый, где-то не очень. Вот. В основном, вот такие вот ковырялочки. Как вы сами видите, все это хендмейт, или по-русски скажем, самопал. Ну, ничего, я им работаю. И неплохо обучается. Естественно, парочку разной длины. Вот так, хвостатых инструментов. И в основном, вот такой вот, немножечко хитрый, кричу, подсмотренный. Вот, в основном, конечно, вот это вот, что вы сейчас видите, в основном в ходу. Вот. И да, приходится применять, конечно, но стараюсь, потому что деталь крашеная, берите. Естественно, речь не идет здесь о том, чтобы работать клей, поскольку, ну, у меня подозрение есть, что тут режим виеной, а точнее технологию, слегка поднарушали. Просто ту порвать краску я не вижу смысла. Я к чему я так решил? Потому что очень много сколов, и, как бы, это говорит о том, что покрытие, ну, слабенькое. Вот. Если было там, ну, 3-5 сколов, а то их там. штук 30-40 на передке. То есть, как бы, говорит о том, что покрытие слабенькое, мягенькое. И поэтому камушки легко выбивают. Краски вместе с лаком. Ну, естественно, какой смысл все это, как говорится, мучиться и делать. Ну, буду делать крючком. Ну, а потом посмотрим. Вот так. Много наговорил, но вроде как по делу. Продолжаем по чуть-чуть снимать. Как я уже говорил, в передней части капота, вот, тут линия есть где-то, вот, на таком расстоянии, тут двойной металл. И как приходится, вот. А вмятинки-то тут тоже есть у нас. Вот мы видим. Вмятины сидут там, где и надо, там, где и не надо. И как их отсюда убирать. Вот. Вот таким вот китенком. Вот. Я работал вот такими небольшими, там, 10-12 сантиметров. А это где-то, наверное, 25-30. Он очень хорошо с этой стороны заходит вот сюда. И, как и обычно им работая. Вот сейчас. На минимум поставлю, чтобы было видно. Ну, вот. Эммятинки у нас есть. А вот эммятинки у нас их уже тут нету. Поэтому, кто, если столкнется с таким моментом, знайте, просто надо брать длинный китенок, вот такой. Вот. Желательно, чтобы у него вот эта часть была потоньше. Потоньше заходить вот сюда под металл и работать. Вот красно. Как видно, все делается. Вот. Дальше уже я как бы... Дальше надо делать вот туда. Так что, вот такая вот ситуация. Достает практически вот до сюда. Практически, можно сказать, до самой... Почти до кромочки, когда достает. Вот то, о чем я говорил. Вот вмятины. Их тут... Штук 7, 8, 9, 10. И вот он крючочек. Вот сейчас отметь. Хотя бы вот эти вот. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глазом-то видно, вот что я отметил. Сейчас попытаюсь снять на видео. Снима хватит. Мне тут надо... Блин, и видеть, что я делаю. И снимать. Вот, заходит аж дальше. Дальше даже самого круга вот этого. Ну вот, я все пытаюсь. Мне она вроде как видна получше. Вот она. Умятинка. И вот прекрасно мы под металлом работаем. Вот, заходит. Да, китенок очень даже хорошо. Вот. Ну, как видно, она была поменьше. Ну вот, удобно. И снимать, повторю. И контролировать процесс. Делать приходит левой рукой. В принципе, большой разницы я не вижу. Левой рукой или правой работать. Вот, если честно. Вот она крайняя, первая у нас. До нее вот ход. Тут с большим накольчиком я сделал. Вот, дальше. Третья, вот она наша вмятина. Ну, я как бы это снимаю для понимания техпроцесса. Тут, к сожалению, еще раз снимать и работать у меня не получается. Ну, тем не менее. Для пояснения техпроцесса вот такая некая съемочка. Сейчас поставлю на паузу, покажу, где крючок находится. И какой. Ну, вот они те же самые вмятины. Я плют вспышку и показываю, где у меня находится крючок. Вот, как вы можете видеть, вот там аж, аж там, аж там. Он туда залез и практически там, как видно, можно лезть в некоторых местах, где позволяют ниши вот эти вот. Самая вдали видна ниша. Вот, где они позволяют, можно практически долезть до самой кромки капота. Вот, поэтому дерзайте, и у вас все получится. Вот такой вот кинок вот примерно отсюда залазит вот сюда. И смотрим, свет сейчас надо убавить. Да, тут не соль в идеалу, но как бы тут сейчас вопрос в принципе показать, что да, это все делается и через два металла в том числе. Ладно, продавим дальше. Тут еще есть чем занимать дальше. Потому что эта часть еще не сделана. Сейчас мы видим, там еще вот и хватит. вот а затем уже шесть часов уже на улице можно сказать, что хоть и светло, но смеркалось. Вот он наш капот. Грязючка какая-то. Это сково на капоте. Смотрю, что-то не понравилось мне. Ну вот наше место. Это передок, так сказать. Сейчас разверну, покажу. Вот то, где была куча вмятин. Кое-где еще, конечно, остались там, до которых я не долез. Кое-где там чуть нюансики есть, конечно. Ну, в общем и целом, на сегодня можно сказать, что все получилось. Вот. Сегодня уже, как говорится, поздновато. тут выежива долго не будем. Вот. Но, но. Здесь все, что надо было сделать. Максимальный объем работы, который тут предстоял, выпал. Это, конечно, не может не радовать. Где-то какие-то маленькие недоделочки есть. Ну, это уже следующая, так сказать, стадия работы. Так называемая чистка. Вот. А в общем, уже так вот сделан. Субтитры сделал DimaTorzok